Привет, девчонки! Сегодня ко мне на обзор приехала посылочка от Лавли. В ней много всего интересного, но давайте начнем по порядку. Первое, что попадается, печатные материалы. Спасибо компании за поздравления с 8 марта. Далее, информация о новой коллекции Starling. Гель-лаки хамелеоны меняют цвет в зависимости от подложки. На обратной стороне информация о снижении цены на идеальный подарок на любой праздник, стартовый набор. И последнее, как мне показалось, незаменимая шпаргалка, особенно для начинающих мастеров, цветовой круг. В ней вы найдете классификацию, характеристики цвета, а также на обратной стороне примеры сочетаний цветов между собой. И, конечно же, ссылки, где все это можно заказать, я оставлю внизу под видео. Также в посылочку мне положили типсы с фирменным знаком от Лавли. Ну, а теперь материалы. Каучуковая база, объемом 12 мл. Вся информация есть на коробочке, срок хранения, состав, дата производства и инструкция по применению. Также информация дублируется и на флакончике. Обратите внимание на кисть. С ровным срезом, эластичная, средней длины и ширины и достаточно упругая. Консистенция базы средней густоты. Хорошо подойдет для медленных мастеров или новичков. Сушить материалы я буду в лампе по 30 секунд, мощностью 48 Вт. При нанесении ее толстым слоем, она, конечно, жесткая. Хорошо подойдет для ослабленных ноготков, а также попробовать с ней наращивание на стекловолокно. Глянцевый топ. Точно так же, как и база, имеет всю необходимую информацию, как на коробочке, так и на флакончике. По консистенции, средней густоты. Матовый топ. Как и большинство матовых топов, он слегка мутноватый. По своей консистенции он несколько жиже, чем глянцевый. У глянцевого топа она не жирная, а липкая. Топ достаточно пластичный. У матового топа тоже есть липкость, но она значительно меньше, чем у глянцевого. Как и предыдущий подопытный, данный топ тоже оказался достаточно пластичным. И вот оба топа на темном оттенке гей-лака. После снятия липкости у глянцевого топа наблюдается некоторое помутнение. Но, девчонки, не пугайтесь, дайте ему время, и он снова начнет блестеть. А вот так выглядят оба топа на светлом оттенке. Ну а теперь давайте перейдем к цветникам. Номер 002. Нежно-розового цвета. По консистенции средней густоты. Хорошо пигментированный оттенок при нанесении. Хорошо самовыравнивается, не плешивит и не полосит. В лампе за 30 секунд просыхает полностью и не кукожится. При желании можно уложить в один слой, но для более интенсивного цвета я буду перекрывать тип с два слоя. Номер 19. Нежно-лососевый цвет. Честно говоря, я такой цвет давно искала, но никак не могла найти. Теперь в моей коллекции он появился. Этот оттенок также средней густоты, хорошо самовыравнивается, хорошей плотности и в лампе не кукожится. Типсу перекрывает уже с первого слоя. Второй слой я наношу только для того, чтобы цвет стал более насыщенным. 046 номер мятного цвета или цвет Тиффани. С первого слоя хорошо перекрывает ноготок, не полосит, в лампе за 30 секунд полностью просыхает. Номер 067. Темно-баклажановый цвет, сильно пигментирован. Так же, как и предыдущие оттенки, с первого раза перекрывает Типс. В лампе за 30 секунд полностью просох и не скукожился. Номер 102. Разбеленный красный цвет. Обратите внимание, что на кисти минимум материала и наношу я гейлак полусухой кистью. С первого слоя полностью перекрывает ноготок. Ну и второй слой для более интенсивного цвета. Всеми оттенками довольна, очень понравились нанесения и своей пигментацией. А теперь приступим к дизайну. Белый Типс перекрываю топом, отправляю в лампу сушиться. 62 оттенок разбавляю с топом и делаю подмалевок. Рисовать будем букет лаванды. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как подмалевок готов, отправляю в лампу на просушку. Далее чистым 62 номером делаю прорисовку. Сушу в лампе. Смешиваем 62 оттенок с белым гель-лаком и добавляем объемы нашим цветочкам. 46 оттенком рисуем стебельки. Нижнюю границу размываем топом. Ну и тут я пришла к выводу, что меня не устраивает букет из трех цветочков. Добавляю объем нашему букетику. Далее черной гель-краской рисую бант. После того, как я просушила набросок, я поняла, что черный цвет сюда совершенно не подходит. И решила исправить это безобразие оттенком 19. И обратите внимание, насколько плотный оттенок он полностью перекрывает черный контур. Субтитры создавал DimaTorzok. На топ высаживаю попавшиеся под руку мне блесточки. Сушу, перекрываю топом и опять сушу. Белой краской, без липкого слоя, расставляю акценты и делаю конечную прорисовку. На каплю каучуковой базы от Лавли сажаю стразинку. Сушим и все, наш дизайн готов. Все тем же, 62 номером, ставим капельки и вытягиваем из них усики. Глянцевым топом растягиваю цвет, сводя его на нет. Глянцевым топом растягиваем цвет, сводя его на нет. Отправляю на просушку. После просыхания нашего подмалевка 62 оттенком делаю прорисовку. Черной гель краской рисую стебельки. На топ сажаю блестки. Музыка. 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 После отправляю в лампу, перекрываю топом и заново просушиваю. Наш дизайн готов. Продукция Лавли мне понравилась. Кому данное видео было полезным и кому оно понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok